Здравствуйте! В эфире в центре внимания в студии Евгения Монакова. Сегодня будем говорить о безопасности на дорогах. Но, наверное, не просто о безопасности, потому что хотим привлечь к нашему эфиру больше всего родителей, детей, участников дорожного движения. Потому что безопасность детская находится в руках взрослых людей. Сегодня поговорить об этом к нам в студию пришел заместитель начальника отдела ГИБДД МВД России Благовещенский Дмитрий Викторович Лапа. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Здравствуйте! Дмитрий Викторович, дети страдают в ДТП, это не секрет. Дети страдают, когда они являются пешеходами. И действительно, они здесь самые, наверное, незащищенные. От них, как правило, немногое зависит. Вся вина ложится, как правило, на плечи взрослых в этой ситуации. Ну, изначально, да, скажем так, что все ложится на плечи взрослых. Потому что, если ребенок где-то в каком-то ДТП виноват, это где-то недоработка взрослых. Где-то недоучили, где-то в школе не рассказали, где-то родители не так объяснили, возможно. Но если говорить о статистике, то с начала года на территории обслуживания нашего подразделения произошло 31 ДТП уже с участием несовершеннолетних. 35 детей получили травмы различной степени тяжести. Это мы каких говорим ДТП? Когда дети являлись кем? Пешеходами? И, как говорится, всеми категориями участников дорожного движения. То есть здесь все варианты? Это, да, это именно ДТП, в которых дети пострадали. 31 ДТП. А 17 из них – это были дети в качестве пешеходов. 15 ДТП – это в качестве детей пассажиров. Также два случая зафиксировано у нас участие детей в качестве велосипедистов. То есть уже начался сезон велосипедный, да, и начались у нас вот такие аварии? Да, начались, так говорится, проблемы. Хочется заставить внимание, наверное, взрослого населения, родителей в первую очередь. Сейчас дети закончили учебный год, появилось больше свободного времени. Они большую часть времени зачастую предоставлены сами себе, находятся там дома во дворе и играют. Чтобы они еще лишний раз с ними провели беседу, разъяснили им, как, где можно двигаться на велосипеде. Рассказали, что им запрещено выезжать с адворовой территории на проезжую часть. Что для передвижения на велосипеде необходимо наличие светоотражающих элементов на велосипеде. Но об этом действительно взрослые должны побеспокоиться, да? Ну да, это у нас есть документ, так называемый, как говорится, правил дорожного движения. Он обязателен для исполнения всеми участниками дорожного движения. Дмитрий Александрович, вот смотрите, сотрудники ГИБДД – это тоже люди, в конце концов. У вас тоже есть дети. Вот вы, когда со своими детьми разговариваете, о каких вещах, наверное, в первую очередь говорите? И вообще, как вы строите эти взаимоотношения? Я знаю, что свой пример личный никто не отменял, в этой ситуации особенно. Ну да, мне, наверное, вдвойне тяжелее смотреть за этим, потому что я сталкиваюсь по роду деятельности с аварийностью каждый день. То есть смотрю сводки, где-то выезжаю на ДТП. У меня это, как говорится, ДТП постоянно в голове. Соответственно, своего ребенка, у меня еще 7 лет, в настоящее время, получается, призываю к вниманию. То есть когда идем вместе, и переходим в той же проезжей части. Останавливаешь его, говоришь, посмотри налево, посмотри направо. То есть вместе, с собственным примером. Когда машин нету, тогда можешь переходить, чтобы не бежал сломя голову откуда-то. Зачастую ДТП у нас бывают так называемые дорожные ловушки. То есть выбегают на проезжую часть из-за кустов, из-за припаркованных автомобилей, из-за каких-либо строений. То есть что становится полной неожиданностью для водителей транспортных средств. В результате происходит, ну, как говорится, авария. То есть здесь тоже ребенку нужно объяснить, показать, провести, показать безопасный путь. Да, особенно вот эти дорожные ловушки, о которых я сказал, это характерно, наверное, для ДТП, которое происходит внутри дворовых территориях. В связи с тем, что люди приезжают домой, паркуют свои автомобили на парковках, стоянках. Рядом находятся детские площадки, дети играют. И они здесь теряют просто чувство опасности. Да, в силу того, что заигрались, в силу возрастных особенностей, то, что зачастую они маленького роста, их просто и физически не видно за автомобиль. Они выбегают, это с долей секунды происходит кондиция беда. Дмитрий Викторович, ну, понятно, что это, конечно, очень опасная ситуация. Но, мне кажется, когда ребенок садится на велосипед, а к этому еще прибавляется скорость определенная, то это вдвойне опасно. Вот чему стоит, опять же, научить ребенка, который самостоятельно уже передвигается на велосипеде по городу? Ну, опять же, это все внимательность, то есть соблюдение правил дорожного движения, то есть наличие светоотражающих элементов, амуниции, особенно в темное время суток, с наличием светоотражающих элементов, чтобы другие участники дорожного движения видели, что впереди по ходу движения или где-то там сбоку движется кто-то. Не просто было какое-то темное пятно, а в правилах четко сказано, что в велосипеде должен быть оборудован светоотражающим элементом. Спереди белого цвета, сзади красного, боковой проекции оранжевого либо красного цвета. Где ездить? По тротуарам или по дорогам? Ну, нет у нас в городе велосипедных дорожек. Да, нету, но правила там прописаны. Разрешается движение по тротуарам, велопешеходным дорожкам, если при их наличии, если их нет, то по тротуарам, при этом не должны создавать помехи другим участникам дорожного движения. То есть так же, как пешеходы-велосипедисты, велосипедисты-пешеходы. Нужно уважать друг друга. Очень часто вижу ситуацию, практически постоянно, никто не слазит на перекрестке с велосипеда для того, чтобы перекатить его безопасно через дорогу. Все проносятся, как правило, это именно дети осуществляют. Ну да, опять же, возвращаясь к тому, что это элементарное незнание о правилах дорожного движения. В правилах четко сказано, что велосипедисту запрещается пересекать пешеходные переходы, будучи вверху на велосипеде. Ну, не многие, наверное, понимают, зачем, почему это дело. Ну, потому что это пешеходный переход, его нужно переходить. Потому что водитель может не среагировать в эту ситуацию. Скорость движения перемещения пешехода относительно скорости перемещения велосипедиста, они разные. То есть он должен спешиться, убедиться в безопасности и только затем переходить в проезжую часть. То же самое касается поворота налево при наличии в направлении движения более одной полосы. То есть так же он доезжает до перекрестка, он должен спешиться, перейти, потом сесть на своего, как говорится, верного коня и поехать дальше. – Дмитрий Викторович, все всегда думают, что несчастье может случиться с кем угодно, только не со мной. Наверное, поэтому вот это вот чувство какое-то такое, что кажется, что с тобой этого точно не случится. Но вы-то сталкиваетесь с тем, что действительно случается, и, как правило, страдают очень сильно дети, потому что они здесь не защищены, будучи на велосипеде или идя пешком. Вообще, много ли у нас достаточно таких серьезных аварий случается ежегодно, где действительно дети страдают и погибают? – Ну, давайте, пока у нас статистика говорит, что у нас 4 ДТП с участием в велотранспорте, 2 из них взрослые участники дорожного движения, 2 из них дети. Если брать статистику прошлого года, то за теплый период времени, когда активно пользовались велосипедами, произошло 17 ДТП, 20 человек получили травмы. 7 из них ДТП были с участием именно детей. – То есть травмируются дети, как правило, серьезные, так понимаю? – Да, ну, даже ушибы, ссадины – это уже неприятно. То есть если где-то предположить, что удар может быть гораздо больше, соответственно, и травмы можно получить серьезнее. – Помню, раньше еще, буквально недавно штрафовали просто напропалую родители, которые ездят с детьми непристегнутыми, без специальных удерживающих устройств. Помнится, когда началась эта кампания, ну, очень много, я знаю, людей было оштрафовано. Сейчас ситуация изменилась. Стали ли больше пользоваться автомобильными креслами, автолюльками? – Ну, по штрафам статистика, в принципе, наверное, одна и та же осталась. Штрафуют, продолжают. Есть нерадивые родители, которые не используют детские удерживающие устройства. Но по опыту скажу, что люди, которые используют детские удерживающие устройства, кресла, какие-то специальные приспособления, их стало больше. Относительно могу привести в пример одно из последних ДТП, которое было у нас в городе, когда автомобиль перевернулся. При этом ребенок находился сзади, в детском удерживающем устройстве, в автокресле сидел, был зафиксирован. И, грубо говоря, после того, как автомобиль перевернулся, он остался висеть на лямках этого кресла. И по результатам медицинского исследования, он не получил просто никаких травм. – А взрослые пострадали, я так понимаю, или нет? – Ну, там тоже ссаден, ушибы, обошлось бы все. А ребенок остался целый день, был зафиксирован, все, да, грубо говоря, машина лежала на боку, он был пристегнут лямками в кресле, сидел. Если бы этого не было, последствия были бы куда печальнее. – То есть подтверждение тому, что необходимо обязательно перемещаться только в автомобиле с ребенком, только с креслом специальным детским, они есть, да? – Конечно, да. – Что это действительно очень помогает. – Ну, не советую никому проверять на практике, на собственной, что будет, если их не использовать. Это уже догма, по-моему, тут ее повторять, уже избито все. – Дмитрий Викторович, ну, я тоже надеюсь, что, несмотря на то, что постоянно говорим об этом, ну, хочется надеяться, что люди нас услышат в конце концов. – На это вся надежда, говорю, сейчас лето наступает, помимо того, что мы проговорили с вами велосипеды, пешеходы, пассажиры, используя, есть еще такая категория, как мототранспорт, мокики. То есть с прошлого года наличие водительского достоверения на право управления мокиками – это необходимое требование. А не секрет, что родители, ну, уже более, так скажем, взрослых подростков, поощряют там за успехи в учебе, в каких-то соревнованиях, спортивных достижений, еще что-то, покупкой железного коня с моторчиком, да, так скажем, на это. Но при этом забывают ему объяснить навыки, уяснить, что нужно водительское удостоверение, ну, как говорится, все прочее, прочее, прочее. – То есть соблюсти процедуру не считают нужным в этой ситуации? – Да, да, да. Есть такие случаи, когда уже подростки были участниками ДТП. – Это все настоящее родители. – Да, действительно. Ну что ж, родители, будьте осторожны. Вам огромное спасибо за вашу работу и надеюсь, что аварий будет все-таки как можно меньше, а лучше, чтобы их не было и вовсе. – Мы тоже на это надеемся. – Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня в гостях был Дмитрий Лапа, заместитель начальника отдела ГИБДД МВД России Благовещенский. Вы смотрели в центре внимания. До скорой встречи и будьте осторожны. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. Продолжение следует...